Послание Якова, 2 глава, 12 стих Церковь Божия следует раз и навсегда усвоит, что библейское понятие «закон свободы» резко отличается от религиозных форм законничества и вседозволенности. Писание определяет смысл слова «свобода» в сочетании со словом «закон». А сочетание термина «закон» со словом «свобода» имеет в Писании в виду «закон Божий». Закон Божий – это всегда закон свободы. Именно в этом и заключается разница между определением и понятием слова «свобода» в свете священного Писания от слова «свобода», в свете кромешной тьмы философских и религиозных крайностей. Возникает вопрос, как совместить несовместимое – закон и свободу. Исходя из Писания, фраза «закон свободы» обуславливается как «свобода от власти греха» или «свобода от власти денег, которые являются корнем всех зол». А также в добровольной зависимости и послушании как определенному лицу, поставленному Богом над нами, так и определенному образу учения, которое представляет это лицо. Или, если коротко сказать, то закон свободы – это свобода от власти греха и послушания праведности. И что такое закон греха и смерти? Это наоборот – это свобода от праведности и зависимость от греха. Чтобы почтить закон свободы, у нас есть только одно право. Это право отказаться от своих прав в пользу свободного выбора на зависимость от закона свободы. Почтение закона свободы – это добровольное приношение Богу самих себя в сочетании с нашими десятинами. Такое приношение является подрезыванием корня всех зол и выражением любви Богу и Его Слову. В Галатам 5, 1 написано «Итак, стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять Его рабства». И мы сейчас, святые, будем петь псалом и благодарить Бога за эту великую привилегию – участвовать в этом привилегированном служении. И это служение, оно, как никакое другое служение, подчеркивает собою, что такое закон свободы. Закон свободы – это свобода от греха и полная зависимость и рабство праведности. Ну, как еще красивее и правильнее можно отобразить закон Христов, закон Божий, закон свободы. Полная независимость от греха и полная зависимость и рабство от праведности. Встанем, пожалуйста, и будем чтить Бога десятинами и приношениями. Пусть о любовь есть больше, чем могу сказать устами я. Пусть о любовь есть больше, чем Бог, о том, что Бог за сел. Забудшее дитя нашел, И спасать мы иметь. Божья любовь так глубока, Так велика, сильна, Неизмирила повек веков Святая песня и торжество. Божья любовь так глубока, Так велика, сильна, Неизмирила повек веков Святая песня и торжество. Божья любовь так глубока, Так велика, сильна, Неизмирила повек веков Святая песня и торжество. И сонный мест был из бумаг, И ветвей премьер превратил, И весь народ взялся в писать. Что написать любовь отца, И сонный мы моря, Где слов не смогу поместить Обширные небеса. Божья любовь так глубока, Так велика, сильна, Неизмирила повек веков Святая песня и торжество. Божья любовь так глубока, Так велика, сильна, Неизмирила повек веков Святая песня и торжество. Я с большим удовольствием напомню, что всякий раз, когда народ израильский чтил Бога десятинными приношениями, то ли в Скине Моисеевой, то ли в храме Соломоновом, он должен был по предписанию Моисея, который тот получил по откровению от Бога, возлагать свои руки на свои приношения и исповедовать одно чудное исповедание, которому они были верны тысячелетиями. Мы с вами, будучи тем же Израилем, привиты их к тому же корню, питаясь соком той же маслины, сделаем то же самое. Протяните вашу правую руку, символ правой деятельности, и, пожалуйста, молитесь вместе со мной. Дорогой Небесный Отец, мы благодарим Тебя за право отделить десятины от дома своего и принести в Твой дом, чтобы в доме Твоем была пища. Я не отдаю в печали, я не отдаю в нечистоте, я не отдаю для мертвого, я глубоко верю в Твое неизменное слово и рад, что имею привилегию выражать мою любовь и признавать Твою власть. И ныне согласно Твоего Слова, я молю Тебя, да откроются Твои небесные окна, и да придет благословение Твое до избытка на Твой искупленный народ во имя Иисуса Христа. Аминь, аминь. Будьте благословенны, пожалуйста, садитесь. И что, мы сегодня будем смотреть проповедь нашего апостола и пастыря брата Аркадия о назначении праведности в жизни христианина. И потом во время хлебопреломления я еще раз подчеркну на некоторые вещи, на которые необходимо было подчеркнуть нам и запомнить, и понять. Поэтому будьте благословенны вашим прослушиванием.